И как раз сегодня в Ростовской области в тестовом режиме заработал первый центр выдачи российских паспортов жителям Донбасса для людей самопровозглашенной Луганской Народной Республики. Как организован процесс уже увидела наш корреспондент Юлия Чумакова. Сейчас она на прямой связи со студией. Юлия, вам слово. Да, Алена, здравствуйте. Действительно, вот этот центр выдачи российских паспортов заработал сегодня только для жителей Луганской области. В ближайшее время подобный откроется и для тех, кто живет в ДНР. Как вы видите, очереди здесь нет. Об этом позаботились заранее. И процедуру упростили тем, что гражданину не нужно лично ехать подавать сюда документы. Это за него сделает представитель миграционной службы одной или другой из республик. Сегодня сюда уже привезли немалое количество заявлений. Сотрудники МВД сейчас обрабатывают их и пока затрудняются сказать, сколько же всего заявлений сегодня подано. Но количество желающих получить российский паспорт и в Луганской, и в Донецкой областях растет с каждым днем. Люди говорят, что с этими документами они будут чувствовать себя под защитой. Для меня это очень важно. И несмотря ни на что, даже если был бы снег, был бы дождь, я бы стояла в очереди за этим паспортом. Мы счастливы. Переполняет гордость, что мы наконец стали частью, можно сказать, Российской Федерации. Мы долго ждали, пять лет этого момента. Мы счастливы. Я думаю, что жизнь в республике изменится к лучшему. После получения российских паспортов им больше не придется выезжать на территорию подконтрольную Киеву по любому поводу. Будь то получение пенсии, пособий или выдача каких-либо документов. Жители обеих республик выстаивают там. На линии разграничения огромные очереди сталкиваются со всевозможными препонами. Вообще же отношение к ним официального Киева красноречиво продемонстрировал министр социальной политики Украины. Украинские все выехали. Все, кто был проукраинский, те выехали. А тот, кто хочет получить две пенсии, там и тут пусть потерпят. Мне их не жаль абсолютно. Кстати, для подачи заявления жителям ЛНР и ДНР теперь не нужно собирать огромное количество справок. К подтверждению прочих документов, как это было раньше, все упростилось в разы. Люди пишут заявления, подают документы, удостоверяющие их личность соответствующими заверениями, представляют документы о смене фамилий, представляют документы об оплате государственной пошлины и фотографии. Если все документы оформлены в соответствующем порядке, то принимаются к рассмотрению. Все, что нужно после подачи заявления и документов, это дождаться положительного решения. И вот только здесь, на этом этапе, потребуется личное присутствие. После того, как человек пройдет процедуру дактилоскопии, примет присягу, ему тут же выдадут российский паспорт. Для тех, кто сегодня подал заявление, российские паспорта они уже получат в середине этого лета. Спасибо, Юлия. Юлия Чумакова из Ростовской области, где сегодня в тестовом режиме заработал центр выдачи российских паспортов жителям самопровозглашенной ЛНР. Завтра должен открыться аналогичный центр для проживающих в ДНР.